Улицы Твери утром в четверг встали в плотной пробке. Причиной коллапса стал сильный снегопад. Обильные осадки в буквальном смысле ударили по улицам города. Не успевают коммунальные службы убрать одну порцию снежной каши с дорог и тротуаров, как на смену ей выпадет следующее. Не меньше проблемы у жителей многоэтажек, во дворы которых стало крайне сложно проехать. О том, как в Твери ведут борьбу со снежной стихией, и куда пожаловаться, если не почистили, рассказывает наш корреспондент, который вместе с представителями Общероссийского народного фронта с инспекцией выехал на улицы города. Съемочная группа телеканала выехала на улицы Твери проинспектировать качество уборки снега на дорогах, тротуарах и во дворах. Один из объектов – дом номер 56 по бульвару Гусева. Собственники квартиры обратились к общественникам с жалобой. Деньги управляющие компании платят, а во дворе снежные просторы да колея посреди. Наверное, как-то чистят, но я не замечаю. Вот эта вот колея, которую вы видите, здесь может разъехаться максимум одна машина. А такого в движении не бывает правильно, машины двигаются совместно, но очень трудно. Плюс еще, так как парковка маленькая, у нас паркуются машины, очень неудобно. Надо их объезжать, а если снег, можно и задеть. Представитель организации, которая занимается хозяйственными делами дома 56, сообщил по телефону, что дворы расчищают по мере необходимости или по заявке жильцов. При домовой территории уже в пятницу приедет чистить трактор. Общественники просят сообщать им на электронную почту 69 регион собака онэф.ру о проблемных объектах. Вести мониторинг качества уборки снега онэф начал всего пару дней назад и уже поступило около 20 обращений. Не лучшим образом ситуация складывается в микрорайоне Радужный. Здесь проблемы не только автомобилистов на проезжей части, но и пешеходов. На тротуаре приходится месить снег. Полуночарского и Цветочной в теплое время года, признаются жильцы микрорайона, с трудом разъезжаются до автомобиля. А зимой ситуация усложняется. Отвратительно, честно. Я уже пока иду, я, наверное, упала два раза. Но это вообще никуда не уже, ни в какие рамки. А чистят не видели? Я не видела ни разу. В Залужском районе под снегом оказались улицы Хромова, Тельмана, Хрустальные. Не лучшая обстановка и на центральных магистралях. Например, на Комсомольском проспекте или улице Горького. За Милую улицу Трухсвятску там в буквальном смысле сугробы. Обильные частные осадки стали головной болью для коммунальщиков. Порции снежной каши сваливаются одна за другой. В ночь на четверг выпало около 5 миллиметров осадков, что почти в полтора раза больше нормы. На борьбу со стихией в ночь на четверг вышли 27 машин дорожной техники, днем 34 и более 130 дворников. Во время снегопада дорожные машины осуществляют патрульную чистку с одновременным посыпанием противоглавленного материала. Основной упор делается на мостовые сооружения и на пересечении проездов, то есть на перекрестке. Соответственно, полная уборка города будет осуществляться уже после окончания снегопада. В Тверской области в общей сложности на борьбу со снегопадом вышли 241 единица специализированной техники. Осадки будут идти по прогнозам до вечера 14 января. Водителей просят быть предельно внимательными в сложных дорожных условиях, соблюдать дистанцию и скоростной режим.